Современные требования рынка заставляют казахстанских животноводов переходить от экстенсивных к интенсивным формам хозяйствования. Такая трансформация выражается в сокращении поголовья крупного рогатого скота с одновременным увеличением его продуктивности. Использование в хозяйствах более продуктивных пород скота, передовых технологий, его содержание гарантирует, что даже сокращение поголовья, к примеру, коров, не приведет к снижению волового надоя молока. Но с помощью интенсивного откорма развивают в стране не только животноводство. Одна из самых быстрорастущих отраслей – птицеводство. За последние 6 лет общее производство мяса птицы увеличилось в полтора раза. Общее производство товарного яйца выросло чуть меньше – в 1,4 раза – до 5,6 млрд яиц в год. Сегодня расскажем, почему для Казахстана стратегически важен сектор животноводства и как научный подход и поддержка государства помогает агрария. Сейчас 45% всей воловой продукции сельского хозяйства, производимой в Казахстане, приходится на животноводство. В рамках развития агропромышленного комплекса до 2021 года на субсидирование инвестиционных проектов в сфере животноводства потратят почти 36 млрд тенге. И такой акцент на животноводство сделан не случайно. Анализ и сопоставление потенциала внешних рынков и внутренних возможностей отечественного производства и определил основным долгосрочным приоритетом развития агропромышленного комплекса – мясное животноводство. И процесс, что называется, пошел. По данным Министерства сельского хозяйства, только за 10 месяцев этого года в животноводстве обеспечен рост волового выпуска продукции на 12,3%, в том числе мясо на 5,5%, молока – 3,2%. Государственная поддержка рынка сбыта на каждый литр молока сдачи субсидируется, выплачивается по категориям какая-то сумма. Рынок сбыта, они издаются в молокоприемные предприятия, то есть есть ряд у нас молокоперерабатывающих объектов. И заключается между ними договор, и ежедневно у них выбирается эта молочная продукция. Перекупка идет с личных подворных хозяйств, то есть ЛПХ называется у нас, с личных подворных хозяйств. А вот крупные хозяйства, они уже садятся на договор молочными предприятиями, которые перерабатывают молочные продукции, и с ними идет работа. И молока в Казахстане, безусловно, много, но пьют его жители нашей страны гораздо больше. Вот и складывается парадокс, что при том, что молочная промышленность в стране существует, предприятия хотят и могут работать, но заводам не хватает сырья. 70% казахстанского молока производится в личных подсобных хозяйствах страны. И по данным специалистов, половина сырья не соответствует техническим регламентам Таможенного союза. Эксперты подсчитали, что основной объем производимого в стране сырого молока, примерно 3,9 миллиона тонн товарного молока в год, приходится на небольшие семейства фермерские хозяйства. Показатели по надою молока по сравнению с соседними странами низкие, подвержены сезонным колебаниям. Да и параметры безопасности молокосырья, заготавливаемых у населения, зачастую не соответствуют стандартам требованиям ЕАЭС. Но у крупных предприятий попросту не было выхода. Сырья для переработки в стране хронически не хватало. И в стране уже устоялась традиция, когда молочные заводы принимают на переработку молоко из мелких подворий, где зачастую не соблюдаются элементарные санитарные нормы, и уже на предприятиях доводить полученное сырье до требуемых стандартов. И первый шаг сделан. В стране принята дорожная карта. Новая программа ориентирована на всех участников рынка. От небольших хозяйств и крупных молочно-товарных ферм до заготовителей молока переработчиков и потребителей. На заводах в Казахстане перерабатывается около полутора миллиона тонн молока в год. Половину этого объема от 700 тысяч до 800 тысяч тонн получают от крупных сельхозпроизводителей, чья продукция техрегламентам Таможенного союза соответствует. Вторая половина сырья – это продукция личных подворных хозяйств, и здесь лишь 10% из 700-800 тысяч тонн соответствуют требованиям по двум самым жестким его направлениям – микробиологическим и соматическим показателям. И главная причина несоответствия – как раз-таки неправильно организованные процессы сборки и хранения молока до поступления его на завод. Как решить вопрос с нехваткой сырья на собственном примере показывают на современной молочно-товарной ферме крестьянского хозяйства «Айдарбаев». Хозяйство было организовано в 1998 году и сегодня работает по пяти направлениям – полеводство, растеневодство, питомник по выращиванию саженцев, форелевое хозяйство и молочно-товарная ферма. Но работы по развитию животноводства начались только через семь лет с момента открытия крестьянского хозяйства. До 2008 года было завезено 329 голов племенных телок Голшинфрисской и Швидской пород из Нидерландов, Австралии и Венгрии. Всего было вложено более 269 миллионов тенге, 109 из которых были направлены на закуп племенного поголовья и 160 миллионов тенге на строительство коровника. Содержанию коров по составлению рациона тесно работаем с Институтом животноводства и кормопроизводства. Как бы их специалисты дают свои рекомендации. Ну и как бы если в будущем кто-то хочет заняться животноводством, желательно привлекать специалистов с Института животноводства и кормопроизводства. И молочно-товарные фермы – это стабильный бизнес, в котором отсутствует сезонный фактор, а выручка от продажи молока может поступать ежедневно. А порода коров Галштина-Фриска обеспечивает удой. Эти буренки способны дать до 8,5 тысяч литров молока за период лактации против 3 тысяч литров, которые дают местные коровы. И молочно-товарная ферма – это целый комплекс от технических ангаров и коровников до собственной кормовой базы. Молоко сдается на компанию «Фудмастер» на основе договоров. По основным таким текущим проблемам глобальных такого ничего нет. Но ежедневная работа – это обрезка копыт, чистка, уход и содержание. Казахстанская молочная отрасль показывает стабильный рост производства товарного молока. Ежегодно объемы увеличиваются как минимум на 100 тысяч литров. Для сравнения, в 2017 году Казахстан импортировал 80 тысяч тонн молока из сливок, а уже через год этот объем снизился на 18,3% до 65,5,4 тысяч. Основным поставщиком в Казахстан молока, в том числе сухого, стала Беларусь. И все из-за того, что Казахстан производит недостаточно молока для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Решение вопроса – развитие промышленного производства молока путем создания крупных товарных молочных ферм. И от таких хозяйств, как Айдарбай, в том числе, зависит снижение зависимости Казахстана от импорта из других стран. Преимущество таких ферм – в повышенном контроле за качеством – от кормов до выпуска конечного продукта. Как правило, на таком хозяйстве используются зарубежные технологии и цифровые решения. И, пожалуй, главное – очень строгий контроль за безопасностью продукта. Потребитель знает, что пьет качественное молоко без всяческих неприятных для организма добавок. И не мудрено, что такое молоко пользуется спросом. У грифсянского хозяйства Айдарбаев долгосрочный контракт и закупает все без остатка. Именно поэтому и есть возможность для расширения производства. Проблемы, наверное, как и у любого фермера, они существуют, но незначительные. Мы с ними справляемся по мере их возникновения. Как таковых, больших проблем не существует. В плане увеличить поголовье скота, фуражных коров до тысячи. Планируем завоз скота. Но пока мы не определились, откуда, сколько. Но в планах оно все есть. Для этого у нас строятся новые базы по новым технологиям для удобного содержания коров, для кормления их и разведения. В рамках плана нации «100 конкретных шагов» Министерством сельского хозяйства реализуется направление по привлечению инвесторов для развития производства молока и молочной продукции. Основная задача – обеспечить экспорт до половины выпускаемой продукции на рынке стран СНГ в течение трех лет. И основные проблемы, мешающие развитию интенсивного животноводства – невысокий уровень племенной работы и отсутствие в республике налаженной системы промышленного откорма. Например, в Беларуси почти 100% скота находится в крупных организованных молочных хозяйствах, а в России – больше 50%. Именно поэтому в Казахстане принята новая стратегия развития этой отрасли АПК. Новый подход предусматривает участие большого количества небольших ферм в едином технологическом конвейере. И в Казахстане в ближайшие 10 лет появится более 650 новых молочно-товарных ферм, 527 новых семейных молочно-товарных ферм мощностью до 400 голов, и 139 промышленных мощностью от 400 голов. В прошлом году было введено порядка 15 молочно-товарных ферм, 10 из которых промышленной общей мощностью 7,4 тысячи голов. И такое же интенсивное развитие ждет еще одну важную сельскохозяйственную отрасль страны – птицеводство. Пока и в этом направлении Казахстан не обеспечивает себя 100% этим видом продукта. Хотя и сегодняшние показатели в Минцельхозе называют неплохими, еще несколько лет назад доля импорта была гораздо выше – 70%. Для сравнения, казахстанцы едят около 400 тысяч тонн мяса птицы в год, производят около 200. И больше всего Казахстану поставляют мясо курицы Америка – почти 60,5 тысяч тонн. Россия в прошлом году на территорию нашей страны завезла чуть больше 2,5 тысяч тонн. Чуть меньше курятины мы закупили у Венгрии. Меньше тысячи тонн в нашу страну привезли бизнесмены Латвии, Польши и Беларуси. Франция продала Казахстану чуть больше 200 тонн куриного мяса. Еще меньше – Словакия. И птицеводство, как наиболее экологичный и интенсивный вид мясного производства, уверенно займет лидерские позиции в пищевой промышленности. В ноябре 2018 года мы ввели в эксплуатацию первую очередь птицефабрики – это 25 тысяч тонн. На сегодняшний день на предприятии трудоустроено 900 человек. Средняя заработная плата составляет 200 тысяч тенге. Предприятие производит 58 наименований продукции. Это мясо птицы охлажденное и замороженное, тушкой, разделанное мясо птицы, а также это полуфабрикаты – это маринады, шашлыки, фарш. И Маккинская птицефабрика уверенно встала на крыло. С осени прошлого года, когда была запущена первая очередь Маккинской птицефабрики, уже к началу этого года производство выросло до 29 тысяч тонн. А к 2021 году компания будет производить уже 30 тысяч тонн. На нашем производстве применены современные технологии европейских стран. Оборудование, которое используется на нашем производстве – это оборудование различных европейских производителей, таких как Нидерланды, Германия, Италия и так далее. Оборудование отвечает полностью всем требованиям автоматизации гигиены. Производство автоматизировано процентов на 90. Аналогов в нашем предприятии у Казахстана нет. Мы самые крупные производители из Средней Азии. И по данным Союза птицеводов Казахстана, за 2017 год потребление курятины в стране составило 341 тысячу тонн. То есть только одна Маккинская птицефабрика в две очереди сможет покрыть до 15% внутреннего рынка мяса птицы. Таким образом мы выйдем на общую производственную мощность в 100 тысяч тонн, что позволит нам сократить долю импорта с 50 до 30%, а также повысить экспортный потенциал Казахстана. Как известно, на сегодняшний день в Казахстане 50% потребляемого мяса птицы – это импортное мясо, привозное мясо. Поэтому вот в эксплуатацию первой и второй очереди – это 50 тысяч тонн – позволит нам сократить долю импорта с 50 до 30%. А вот уже третьей очереди – это еще 50 тысяч тонн – позволит его сократить до 10%. Помогает и государственная поддержка мясного птицеводства. Она сегодня включает субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного мяса птицы, субсидии на приобретение племенных суточных цыплят и инвестиционное субсидирование. Для Макинской птицефабрики был присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Это означает, что мы получаем инвестиционные преференции в виде освобождения от корпоративного подоходного налога, от земельного и имущественного налогов на 8-10 лет. Также мы по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» нам подводится инженерная инфраструктура. Это сети электроснабжения, сети водоснабжения, газоснабжения и водоотведения. И сейчас в компании работают над снижением себестоимости продукции. Из-за того, что фабрика завозит импортное яйцо из Европы, Чехии, Словакии и Германии, растет и конечная стоимость продукции. Именно поэтому совместно с бизнесменами в стране работает отраслевая программа развития птицеводства в Казахстане. Она рассчитана до 2027 года и как раз-таки предусматривает поэтапное снижение прямого субсидирования продукции птицеводства. Также по программе развития агропромышленного комплекса мы получаем субсидии на производство мяса на каждый килограмм. И мы получаем инвестиционные субсидии. В первую очередь охлажденное мясо птицы поставляют на отечественный рынок, замещая импортное мясо из США и России. О возможности экспорта в дальние зарубежья можно будет говорить после запуска в 2020 году в второй очереди. Но в планах учредителей компании возможны экспортные объемы в 10-15% от общего объема производства. Пока ежемесячно экспортируется в Россию и Кыргызстан чуть больше 300-400 тонн. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова